Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania. И сегодня я вам расскажу про свою диету. На диету я сажусь каждый год 11 января. То есть не первый год, я сажусь уже, наверное, 7-8 раз. То есть 7-8 лет так у меня продолжается. Сажусь почему в январе? Потому что перед Новым Годом, то есть вы там стараетесь, худеете всеми силами, и на Новый Год, на праздник вы просто объедаетесь, набираете там 2-3 лишних килограмма, потом после праздника вам дарят куча конфет, вы тоже этого всего наедаетесь, и получается, что опять приходится второй раз снова садиться на диету. То есть меня это не устроило. Поэтому я сажусь всегда в январе, поскольку в основном сидишь дома, вот, и как-то попроще немножко. И до лета там довольно там много времени еще есть. Вот, там до марта еще далеко, вот, там до июня тоже далеко. Поэтому, в принципе, я посоветовала бы вам тоже в январе садиться на диету именно после Нового Года. 11-е число, это как раз такое вот, вроде как и середина месяца, и то же самое не середина. То есть до 11-го числа вы уже наелись, съели все конфеты новогодние. Не знаю, я новогодние конфеты, такой вот огромный мешок съедаю за 3 дня, там за 2, за 3 дня, за сутки могу съесть. То есть я не оставляю ничего, смысл. Вот. И расскажу про свою диету. Диета у меня сыроеденье, не голодание. Я ее назвала так. Вообще, в принципе, у меня есть еще парочку диет, которые, как бы, ими я уже пользуюсь. Если я до сих пор никак не могу похудеть, там большой вес, например, сбросить, ну, никак не получается, там месяц прошел, два прошел, тогда я уже начинаю пользоваться теми. Но в основном сыроеденье. Почему сыроеденье? Сыроеденье это гораздо проще, то есть это сырые овощи, фрукты, там сухофрукты, орехи, то есть с них не набираешь. Если, допустим, вы можете сидеть на диете долго, вы можете сыроеденье, то есть есть сколько угодно, то есть именно чего угодно вот это вот именно сыроеденье. И, допустим, если у вас очень много времени, там 3 месяца вы запланировали, так, я буду сидеть на диете 3 месяца, там за 3 месяца я планирую сбросить 10 кг. Тогда да, пожалуйста. Но я всегда стараюсь сбросить как можно быстрее, потому что именно на диете, когда сидишь, начинает хотеться пирогов, конфет, там еще что-то. Также, допустим, можно для себя сбалансировать питание. То есть, опять же, не есть все подряд, прям крупно подряд. Нет. Нужно есть по чуть-чуть. Допустим, если вы до этого привыкли есть там 2 тарелки борща, то во время диеты вам нужно желудок свой уменьшить, поскольку он может растягиваться и также стягиваться. У меня, например, после диеты очень маленький желудочек, и буквально я супа съем там 3-4 ложечки, и все, я уже сытая, там невозможно какая. Для меня это шикарный вариант, на самом деле. Хотя, конечно, потом он расширяется, но это уже потом. Вот. Например, расскажу, как делаю я. И также хочу вам посоветовать. Вот еще немножко историю расскажу. Я всегда весила 50 кг при росте 165. То есть, когда я приходила в поликлинику, мне врачи говорили, ты очень худая, ты, наверное, болеешь, тебе надо набрать вес. Вот. А родители мне говорили, ты очень толстая, ты должна похудеть. Вот. И поэтому я всегда старалась похудеть. Мне казалось, что я реально действительно очень толстая. Но я толстая была по сравнению со своей сестрой. А сестра на 5 лет меня младше. Там еще лет в 16, там в 13, я помню. Я весила где-то так же около 50. Такой же у меня уже был рост. И, соответственно, там, если у меня было лет, допустим, 15, то сестре было 10 лет, понятно дело. В 10 лет она была гораздо ниже меня. То есть, она в рост пошла чуть-чуть попозже и гораздо худее. Она там раза в 3-4 была худее меня. Она там прям худенькая очень была. И, конечно, по сравнению с ней я была очень толстая. Вот. И у меня вот эта вот мыслям все время оставалась. Я толстая, я толстая, мне надо срочно похудеть. И получилось у меня так и похудеть, наверное, в колледже, когда я училась. Сколько там? 48 килограмм. Было 50. Я голодала. У меня стало 48. И дальше вот нет и все. Ну никак. И уже девчонки в колледже мне начали говорить, Наташа, ты уже, а ты что-то, говорят, похудела. Я говорю, да я не похудела, говорю, я толстая до сих пор. Как-то сбалансировать свое питание. То есть, нужно кушать. То есть, если я там голодала, в принципе, я могу голодать. То есть, для меня это прекрасный вариант именно голодать. Самые большие 4 дня, 5 могла голодать. То есть, во время голодания, если я чувствую очень хорошо, чем во время еды, когда я ем. Вот каждый день, по 3 раза в день, по 5 раз в день, например. То во время еды я себя неважно чувствую, там, тяжесть, там, ну, все такое. А вот именно голодание, у меня сил пребывает, сил, мне хочется что-то делать, там, что-то куда-то бежать. Вот у меня именно так. Видимо, за все детство вот это вот я привыкла. Вот, и в колледже я весила уже 48, то есть, потом я весила уже просто 50. 50 у меня было, там я так же только ужинала, там иногда завтракала. То есть, вес у меня не прибавлялся. Он прибавлялся только летом, иногда, когда там было трехразовое питание. Я поправлялась до 56, это было самое большее, когда мне даже было очень плохо, тяжело мне было. И подниматься было тяжело, я помню, по ступенькам. Вот, потом он как-то очень быстро улетал, этот вес, и все. Когда я не сидела на диете, просто он как-то самый раз так уходил за довольно короткое время. То есть, я весила все время 50. Когда мы познакомились с моим мужем, я так же весила 50. Я помню, приехала к его родителю, они говорят, какая ты худенькая. Ну, ничего, мы тебя откормим. Вот, и, живя уже с мужем, я узнала, что я, оказывается, сладкоежка. До этого я не знала никогда. Вот, то есть, нет конфет как бы и нет, я их не хочу. Там подарят немножко на Новый год, я их там за три дня слопаю, и все. И муж мне начал дарить каждый день, возвращаясь там со спортзала или с работы, он приносил мне коробку конфет. Естественно, я ее уминала за вечер. Вот, потом там какой-то джем у меня приносил, там продавался свежий хлебушек. Я все это макала. И, естественно, я набрала вес. Я набрала 10 килограмм. То есть, я весила 60 килограмм. Я не понимала то, что я набираю вес. Я чувствовала то, что у меня джинсы, как бы я с трудом начинаю в них влазить. Как раз это зима была. Я думала, что просто, может быть, колготки у меня такие толстые. Может быть, что-то я купила еще джинсы пошире. Через какое-то время чувствую, что я в них не влазиваю. Еще шире купила. Ну, и как-то вот на этом остановилась. И ближе к лету. А еще так получилось то, что у мужа у него не было зеркала. У него было зеркало, которое мне вот до носа. Я так только вот взгляну, вот так вот глаза свои увижу, губы увижу, покрасила вроде. И все. То есть, я не видела себя в зеркало. И ближе к лету я приехала к маме в гости. Ну, до этого я тоже приезжала, но я не замечала. И раздевшись, я увидела себя в зеркало, насколько я потолстела. Что я очень-очень толстая. И первым делом у меня начинает толстеть живот. Всегда, то есть, у меня живот становилось как у беременной. Он там не просто где-то внизу, он прямо вот так вот от груди начинает расти. Живот, руки, ноги, там попы, естественно, просто все. И я поняла то, что нужно садиться на диету. Но я не знала, какую. И тут я уже начала экспериментировать, смотреть всякие сайты в интернете. Тогда интернет был еще не настолько обширный. Был просто какой-то интернет. Сложно было что-то найти такое. И спробовав разные диеты, мне ни одна не подходила. Естественно, я выбрала сыроедение. А поскольку у меня дядя, прям на тот момент был сыроед, прям проращивал эти семена, их там ел. Ну, естественно, я не хотела проращивать, потому что я знаю, что у меня это не получится. Что у меня эта чашка просто протухнет, потому что я за ней не услежу. Я думала, с чего же начать. И стала смотреть, какие у нас продукты жиросжигающие. Жиросжигающие продукты у нас. Капуста белокочанная. Грейпфрукт. Он у меня здесь лежит. В отдельном ролике, кстати, я вам покажу, как его чистить правильно. Как он там разрезается. Ну, все в отдельном ролике будет. Он где-то выйдет рядом с этим видео. Чтобы люди учились. Вот. Также считается помела. Но она не настолько сочная, как грейпфрукт. Ну, в принципе, они похожи, да. Также недавно я узнала, у меня брат худел, что ананас. Якобы ананас консервированный подходит. Про ананас мы с вами, наверное, немножечко попозже узнаем. Я куплю консервированный ананас. Может быть, если получится сырой еще. Вот. Мы с вами попробуем. На ночь его съедим. Да, это все, кстати, надо есть на ночь. Кроме капусты. Вот. То есть, грейпфрукт прям вот. Собирайтесь спать, ложитесь, да. Все место свое приготовили. Хоп. Его съедаете. Чистите зубы там туда-сюда. И спать сразу. Желательно уснуть сразу. Тогда будет эффект. Если вы сходите в туалет, тогда эффект будет маленький. Я уже замечала. За свои 8 лет я уже заметила это. Вот. И также апельсин и мандарин. Они тоже считаются жиросжигающими. Но при этом они вес практически не сбрасывают. Они, может быть, грамм 100 всего. Вот так вот. Очень-очень мало. Но, в принципе, их можно съесть днем. Где-нибудь так вот. Вот. Ну, лимон, кстати, еще тоже жиросжигающий. Про лимон я вам чуть-чуть попозже расскажу. Вот, что я с ним делаю и как. Вот. И первые дни я начала есть просто капусту. Просто мелко крошила капусту. Накрошила себе вот такую огромную чашку, целую капусту. И просто сидела ее, ела. На тот момент мне казалось, что я очень быстро сброшу вес. Чтобы будет все супер. Вот. То есть, три дня я ела одну капусту. Вес немножечко, да, уходил. Также обязательно купите весы электронные. Где показано вплоть до 100 грамм. То есть, 56, 100, там, 56, там, 700, например. То есть, вот так вот. Так вам будет удобно отследить вес. Сколько у вас ушло за день. Там, как ушло, что там. И все это обязательно записывайте. На тот момент, когда я начала худеть, я записывала три раза в день свой вес. Перед едой. То есть, утром проснулась я, взвесилась. Обед и ужин. Вот. Но, в принципе, это делать не обязательно. Потому что, если вес прибавился, я начинала расстраиваться. Что же, не так я съела. Я же ела капусту. Вот я, наверное, много воды выпила. Зря я ее выпила. Надо пить меньше. Нет. Так не надо. Лучше всего взвешивайтесь с утра. С утра это прям вот натощак вот проснулись, в туалет сходили и сразу взвешивайтесь. Потом уже, там, спустя какое-то время я поняла, что нужно как-то сбалансировать свое питание. И сделала, вернее, придумала так вот. То есть, я нашла в интернете самое там углеводное, что у нас. То, что самое углеводное, допустим, сухофрукты, да. Я их ем с утра. Также много накладывать не надо. Совсем чуть-чуть. Там чуть-чуть, допустим, кто там у нас? Там курага, орешки там, да, чернослив. Вот этот чернослив больше всего люблю. Там все, по чуть-чуть, там, по ягодке там 3, 3-4, да, того 3-4, там 3 штуки, например, того, орешка 3. Все. То есть, вы позавтракали. Пить. Насчет питья. Просто пить одну воду, кипяченую, допустим, или из фильтра. Я сомневаюсь, что есть такой человек, который готов пить ее целый день. А покупать воду в магазине, допустим, не газированная, обязательно не газированная. Ну, в принципе, можно, но она также у вас может оказаться не всегда. Я делаю по-другому. Я покупаю лимон, про который я вам обещала сейчас рассказать. Половинка лимона. Одна половинка уходит в холодильник на завтра. Одну вы разрезаете на дольки. Кладете все это в кувшин. И бьете толкушкой, чтобы он выделил сок. Заливаете водой комнатной температуры. Все это туда. Вы это делаете все вечером. Скрываете крышкой. Всю ночь это все настаивается. И с утра пьете. Он не сильно кислый. Он просто водичка такая с лимоном. И также водичка с лимоном, она выводит всякие шлаки. Там вот это вот все. То есть ее полезно пить и в этом ничего не будет. Конечно, если у вас больной желудок, то, не знаю, как-то приспосабливайтесь. Что-то придумайте, наверное, свое тогда. Я не знаю. Потому что, наверное, может не подойти вам. Либо там во время диеты перетерпеть как-то. Вот. И... Да. Там на обед, допустим, я доставала ягоды замороженные. Летом на даче я всегда забираю ягоды, их замораживаю. Там витров 20 или там сколько я не помню, морозильная камера, она подчасу забита ягодами. И также на тарелочку по чуть-чуть достается. Чуть-чуть малинки там, чуть-чуть клубнички там. И чуть-чуть, допустим, облепихи. Облепихи, кстати, тоже считается отчасти жиросжигающей. Но также ее много есть не надо, тоже, ну, чуть-чуть. Вы, допустим, все это с утра достаете, к обеду это у вас готово. Вот. На ужин там яблочко или что-то такое, там, не перед сном, но взять в районе 6 часов. Вот. Чтобы вы успели опять же проголодаться. То есть у вас появляется опять аппетит. Вы пьете водичку с лимоном. То есть лимонник, я его называю, но без сахара. Обязательно. Без меда, без всего. Просто вот вода с лимоном. Ее пьете. Потом вот наступает, вы собираетесь ложиться спать. Вы берете грейпфрукт и съедаете его. Вот. То есть вот так вот я худела и свои 10 килограмм, поскольку это, наверное, была первая диета, еще, может быть, потому что я долго мучилась, выбирала диету, я сбросила за 3 месяца. Это было долгих 3 месяца, наверное, самых мучительных. Я очень сильно уставала, у меня сил не хватало. Первая диета очень сильно шла, но потом в следующем году я уже знала, что мне надо сбрасывать вес, как сбрасывать, какой диет. И вот так уже из года в год. То есть мне было легче, легче, легче. Но после беременности я набрала, вернее, во время беременности я набрала 35 килограмм. То есть не старалась голодать. Вот. Старалась. Если хочется есть, надо есть. Если хочешь там сладкое, значит, надо есть сладкое. Вот. Я не ограничила себя ни в чем. Думаю, если ребенок требует, значит, надо есть. Хотя мне гинеколог говорила, ты уже слишком потолстел, садись на диету. Я сказала, нет. У меня в животе сидит малыш, он хочет есть, а я буду сидеть на диете. Ну, как это так? Нет, говорю. Я не буду сидеть на диете, я буду все равно все есть. Да, он родился, конечно, пухленький у меня, там такие вот щечки такие, там это мальчик. В принципе, во влогах вы его увидите. Можете посмотреть. Вот. Там весил, конечно же, много, такой богатырь. Но зато он питался всем, чем питаюсь я. То есть я ни в чем себя не ограничивала, и творог старалась. И даже если у меня, помню, изжога была, меня тошнила, мне было плохо, я все равно ушла на кухню, и все равно я ела, 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 потому что надо. Потому что он требует, ему тоже надо. Вот. И, конечно, соответственно, я умрала 35 килограмм. 10 килограмм я ставила в роддоме, осталось у меня 25. Вот. И общавшись до этого с девчонками, которые уже родили, тоже таких же толстеньких детишек, они мне говорили то, что сбросить вес – ерунда, это все быстро. Оно само уходит. Сам он не уходил, он только начал прибавляться. Вот. И я подумала, что надо садиться на диету. И именно вот эти 25 килограмм было сбросить ужасно сложно. Это было очень-очень сложно. Но также вот именно сыроедение. Я начала также с 11 января худеть. Где-то я, наверное, в середине мая, я где-то закончила уже голоданием, очень таким жестоким голоданием, потому что последние где-то 3-4 килограмма или 5 килограмм они уже просто не хотели уходить. Но я все-таки сделала это, и они ушли. Вот. И уже, конечно, потом проще. Постараешься просто, чтобы не доводить до этого веса, чтобы там 60 максимум, и все. Там 65, и все. Если дальше уйдет, это будет сложно. И в этом году я уже весила 66, когда начала худеть. Ну, сбрасывать всего каких-то 10 килограмм, потому что до 50 я не дойду. Я знаю. Я много раз пыталась дойти, но никак уже. Вот. И фигура уже сама меняется. И скажу сразу, я начала... Уже сейчас сижу на диете. То есть я уже начала... Села на диету. Хотела я сесть вместе с вами. Но у нас как раз меняли здесь кухонный гарнитур. Был тут ремонт на кухне. В комнате у меня там все много было заставлено. Снимать было негде. И все казалось, что сейчас, сейчас, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Сейчас там все это уберут, и я засниму. И в итоге у меня прошло 2 недели, за которых я уже сбросила где-то около 8 килограмм. То есть первую неделю у меня ушло 5 килограмм, там, ну, почти 6 килограмм у меня ушло в первую неделю. Он прям вес очень быстро уходил. Первый день у меня 800 грамм ушло. Второй день у меня килограмм 100 ушло. Вот при той же самой методом. То есть первую неделю мы с вами худеем с утра сухофрукты, в обед ягоды, вечером яблоком. То есть вот так, первая неделя у нас вот так вот, уходит где-то по 500 грамм в ночь. Где-то, ну, так вот они двигаются, 500-300, вот так вот. Вторую неделю у меня по 100 грамм стало уходить. Батру первый день 100 грамм, второй день, третий день. Тут я поняла, что нужно что-то делать, что-то как-то надо менять. Потому что каждый раз садишься на диету, каждый раз все происходит по-разному. И в этот раз я первый раз сажусь на диету без грейпфрукта. То есть вот он лежал у меня, единственный грейпфрукт. Он лежит уже вторую неделю, ждет записи. Вот, и я думаю, ладно, пускай он ждет. Я попробую без грейпфрукта, вроде так-то уходит. Может быть, думаю, он и в принципе не нужен, но нет. Там я уже начала по-разному экспериментировать. Также вот этот же лимонник. То есть лимоны остаются, их можно съедать. Их съедаете, и у вас ночью уходит где-то 300-400, иногда даже 500 грамм. То есть вот так вот бывает. Но лимоны, они очень кислые, очень сильно начинают болеть язык. Там буквально два кружочка таких съедаешь. Но второй кружочек, ну не кружочек, долька там. Ну нет, не долька. Кружочек съедаешь, и уже начинает болеть язык. Их очень сложно есть, естественно, тем же лимонником запиваешь. То есть, ну, это не всем, наверное, подойдет. Вот, ну, я вот сидела последние вот несколько дней. Я сижу на лимонах, в принципе, вес мой немножечко начинает сдвигаться. Вот, также, конечно, мне продолжают хотеться пироги всякие, всякие сладости. Плюс к этому, поскольку я люблю голодать, я начинаю смотреть всякие кулинарные рецепты. Также, кстати, у меня есть группа ВКонтакте кулинарных рецептов. И когда я эти начинаю смотреть, у меня появляется голод. А когда появляется голод, то есть организм, чтобы ему продолжать дальше работать, он начинает у вас жирки брать и за счет них работать. Ну, не знаю, мне так муж объяснял, как-то немножечко, может быть, по-детски, но это более понятно, если вам будет объяснять профессионал. Потому что ему нужно как-то продолжать работать, как какой-то механизм, да, вот там, часы, да, они работают от батареек, а ему тоже нужно как-то работать. И они у вас начинают брать жирки. Допустим, если во время голодания вы займетесь бегом, естественно, поэтому вы сбрасываете. Потому что ему нужно работать, и он опять берет жирки, опять берет ваши жирки. Вот, но сейчас у меня так получается, то, что я изобрела еще одну маленькую диету, но я вам о ней пока что не расскажу, потому что мне нужно ее доработать. Мне нужно про нее немножечко узнать. Если у меня все получится, тогда я вам про нее расскажу в следующем ролике, там, посмотрим. Через там несколько роликов, может быть. Вот, потому что немножечко пока что мне это не совсем понятно, почему так происходит. Правда, сказать, я не занимаюсь спортом. Спортом я не занимаюсь вообще. Также во время диеты я не занимаюсь спортом, не собираюсь даже. Вот, то есть без спорта я прекрасно сбрасываю вес, прекрасно дохожу до своего веса, который мне нужен. То есть у меня с этим проблем нет. Если вы хотите, вы можете заниматься параллельно спортом. Это будет даже хорошо. Но, опять же, если вы начнете заниматься спортом, у вас начнут расти мышцы. И вес как-то будет непонятным, то ли он там двигается, то ли не двигается. Там вот что-то такое. Если вы начнете заниматься спортом, это уже нужно... То есть вы с диеты срезали, да, вы там похудели. То есть спортом нужно заниматься дальше уже. Заниматься, если вы уже начали, то нужно дальше. Я не собираюсь начинать, потому что у меня нет времени. У меня ребенок маленький. Хоть и целый день я дома, но у меня нет времени на спорт. У меня очень сильно ограничено время. Мне его просто не хватает. Я просто не хочу. Мне это не надо, если честно. Я могу похудеть и без него, поэтому он мне не нужен. Вот. Также, что я хотела сказать. Так, сухофрукты. Да, сухофрукты, кстати, бывают еще разные. Бывает вот такая вот сушеная помыла. Она вот, допустим, жестковатая. Но, опять же, нужно ее покупать правильно. То есть она должна быть прям вот большими дольками вместе с мякотью. Так они гораздо вкуснее. Бывают, продаются, то есть такие не надо покупать. Просто одна корочка. Она невкусная. Ну, не знаю, на любителя. А вот именно с мякотью вкусно. Они жестковатые, но маленький кусочек отрываете, в рот кладете, сосете. То есть, ну, не знаю, сухофрукты, насколько, наверное, отчасти он будет жиросжигающим. Но, не знаю, в какой-то степени. Но мне нравятся, например, вот такие вот. Также попробовать купила сушеную дыню. Вкусно пахнет. Сушеную дыню. То есть, в принципе, смотрите, что продается у вас в магазинах. Также сушеные бананы. Когда я начала только худеть в этом году, я ела сначала сушеные бананы. Я даже их ела вечером. То есть у меня вес уходил. То есть вес, вернее, организм не понял, в чем дело. И он, скорее, начинает запасаться едой, но при этом худеть. Вот. То есть, первый день, в принципе, можно там поесть. Сушеные бананы. Также орехи. Там, то есть, ну, много дней переедайте. Старайтесь есть. Всего, но немножечко по чуть-чуть. Также сыроедение, да. Сырые овощи. Фрукты сырые. Не вареные. Ну, в принципе, можно вареные. Допустим, если морковку, вы не можете переживать. Ее можно, в принципе, сварить, но тогда лучше ее съесть с утра. То есть не вечером, а с утра. Вот. Поскольку она будет, наверное, немножечко углеводная. Вот. То есть и все. Также вы можете пить зеленый чай крепко заваренный. Но если кто-то привык черный чай пить, то не может без него прям. В принципе, можно. Кофе, я думаю, тоже можно, только не сладкий. И без сливок. Горкий кофе. Не знаю, я пью всегда горкий кофе. Без всего. Мне так нравится больше. То есть и все. Орехи там. Остальное все вот это вот. Пироги, конфеты, хлеб. Все это сразу убирать. И еще один такой момент. Когда вы сели на диету, не звоните абсолютно всем своим подругам, друзьям, родителям. Я села на диету. Я сижу на диете, сыроеде. Не надо. Они вам будут говорить, ты не сможешь. У тебя не получится. Или родителям. Родителям начнут. Да ладно, ничего страшного. Съешь вот этот вот пирог. Он сладенький. Да тебе ничего с него не... Вам будет. Вам будет с него. Даже куриную грудку во время сыроедения я ела, я набирала вес. Рыбу ела, тоже набирала вес. И то, куриная грудка была сваренная, без кожурки. Я набрала вес. Я набрала там где-то около килограмма, прибавила. Мне муж посоветовал. Нет, говорит, ты не наберешь. Я набрала. Как раз это была вот после беременности диета, по-моему. Не помню, если я не ошибаюсь. То есть все, вот если вы сели на диету, вот только сыроедение, только сырые, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты там. И все, больше ничего. Потому что если вы действительно хотите... Понимаете, получается так, что вы свой один килограмм можете сбрасывать, допустим, два дня, три дня. И тут к вам приходит мама с большой горой печеньев, допустим, или тортом. Да съешь, съешь маленький кусочек, вы этот килограмм тут же сразу набираете. И получается то, что вы до этого тратили три дня, сбрасывая этот килограмм. И вам придется еще потратить три или даже четыре дня, чтобы сбросить этот килограмм. То есть вы теряете время. Лучше я всегда радистом говорю, я на диете. Все. Ко мне не приставать, я, допустим, ставлю себе установку, буду, собираюсь сбросить свой вес за два месяца. И все. То есть все, я сижу на диете, меня не трогать, я ничего такого лишнего не ем. И родители уже привыкли, в принципе. Они знают, что я могу голодать, в принципе, там, три-четыре дня. Они уже ничего не говорят. Ну, ладно, голодаешь, это твое дело. Все. Ну, по крайней мере, мама уже привыкла. Бабуля еще не очень, но мама привыкла. Вот. Не знаю, все ли я вам сказала. Наверное, очень много уже наговорила я. А, бананы. Бананы, они углеводные, их тоже нужно есть с утра. Сырые бананы. А лучше их вообще не есть. Вот. И также, когда вы заходите в магазин, допустим, за продуктами, там, или за чем-то, не ходите по всем рядам абсолютно. Вам сразу захочется вермишель, куриная грудка, копченая, там, я не знаю, сыр, там, ту-ту-ту-ту-ту. Не надо ходить. Идите четко, заходите, там, всегда сделано перед входом, идут сначала овощи, фрукты. Покупайте апельсин, там, ну, что тебе, там, не апельсин, а грейпфрукт. И все, там, взяли, там, то-ту, и сразу на кассу. Конечно, если вам нужно купить еще продукты, параллельно с этим, если вам, у вас просто некому больше покупать. Тогда, да. Также пить я рассказала, да, но также молоко пить уже не стоит лучше, оно жирненькое. Давайте, наверное, так. Вы в комментариях мне напишите вопросы. Какие у вас есть вопросы, если кто-то все-таки надумал вместе со мной, хочет сесть на диету. Вы мне в комментариях все это либо в комментариях напишите. Ну, в комментариях я проще увижу, либо есть у меня там почта, либо ВКонтакте вы можете. Мне просто не добавляют, друзья, а написать. Сразу написать сначала сообщение, потому что не добавляю я всех подряд, друзья, я стараюсь ограниченно, чтобы у меня вот есть тот человек, и этого достаточно. То есть просто можете взять и написать. Там, здравствуйте, там, по поводу диеты, сыроедения. Также поддерживать свой вес. Насчет поддержания, наверное, я вам не скажу, потому что лично для меня проще похудеть, как бы дойти до моего веса 50. И после диеты я сразу начинаю есть сладкое. То есть я не сижу сначала долгое время на кашках, потом там на бульончиках, там еще. Я сразу начинаю есть сладкое. То есть где-то заканчивается, хоп, я покупаю большой торт, я его съедаю. Все. Но чем дольше вы сидите на диете, тем потом дольше этот вес будет набираться. То есть если вы посидели на диете, допустим, неделю, за неделю вы сбросили 5 кг и начинаете есть снова, там, сладости, то за пару дней вы эти 5 кг наберете. То есть тут получается вот такое маленькое правило. Также поэтому вам нужно сидеть на диете как можно дольше. То есть если вы садитесь на диету, сразу себе давайте установку, что вы будете сидеть там месяца 2 хотя бы. Ну, в принципе, вы же не голодаете. С утра вот там сухофрукты, вкусняшки, вы можете там... Сухофрукты, кстати, делают там прекрасные конфеты разные, без шоколада. Там перемалывая их, там, ну, викторианская еда, вот там посмотрите, что-нибудь сыроедение. Сыроедение, наверное, больше. Вот, там листья салата, там, петрушку, укроп, кстати, вот это тоже все можно. Просто зимой это не найдешь. А летом сидеть на диете, кстати, очень сложно, потому что жара, хочется лимонад, мороженое. Кстати, мороженое я проверяла, оно не набирает вес. Ну, если вы съедите там один рожок только. Если, конечно, не 20 штук. Вот, и также я, наверное, каждый день буду взвешиваться вместе с камерой и рассказывать, что же я ем. Потому что у меня как раз сейчас идет, где-то, по-моему, да, у меня начинается третья неделя, как я худею. На той неделе я сбросила очень мало, потому что я все-таки долго ждала, что у меня сбрасывалось вот по 100 грамм. Почему-то, не знаю, ну, каждый раз, каждая диета по-разному, не диета, вернее, а вес сбрасывается по-разному, то есть одинаково он не сбрасывается. По 100 грамм, и, конечно, это все очень долго. И на этой неделе я планирую немножечко все поменять, немножечко по-другому. Не знаю, я планирую, наверное, поголодать. Я не хотела, честно говоря, голодать. Но придется, потому что вес, он плохо двигается. Мне это не нравится, поскольку я хочу похудеть до середины февраля. А у нас уже сегодня начало февраля. Вот. И, наверное, я уже завтра начну голодать. То есть сегодня я вот еще что-нибудь поем. там всякие свои, а уже завтра буду голодать, наверное, дня 3-4, чтобы организм немножечко, как бы вам это сказать, понял то, что мы на диете, и надо эти жирки куда-то девать. В принципе, я на себя зеркало смотрю, я выгляжу нормально. То есть у меня вес где-то сейчас 60 килограмм, чуть-чуть поменьше, но я вешу, вернее, выгляжу, как будто... У меня вес 55. То есть до этого я рассказывала историю, когда я до 60 дошла, я была очень-очень толстая. То есть с возрастом вот это, видимо, вот есть разница. Вот. И каждый день я буду взвешиваться вместе с камерой. И потом, не знаю, как лучше сделать, наверное, я об этом еще подумаю. Либо в конце дня рассказывать, что я поела, либо в конце недели. Не знаю даже, как лучше. Давайте, наверное, мне в комментариях напишите, как сделать лучше. Каждый день или в конце... Я думаю, наверное, в конце недели рассказать. Мне кажется, это будет попроще немножко, потому что помимо этого ролика, у меня есть еще остальные ролики. Их очень много. И я не успеваю их просто смонтировать и выложить. Поскольку выкладываются они у меня тоже довольно много. Ну, долго. Один за другим. Это очень долго он... Очень долго грузится. Знаете, наверное, сейчас именно с капусты. Кто начинает вместе со мной белокочанной. Она вот прям жиросжигающая. И в туалет, кстати, с нее ходите мягенько, хорошо. Вот. Можно с капустой, кстати, делать разные салатики. Но, опять же, без масла. Поскольку масло жирное, без него. Без него, кстати, вкуснее. Вы можете просто полить соленой водичкой. С какой-нибудь там специей, чесночком. Вот, кстати, вот что-нибудь такое вот придумать. Сделать. И так же можно салат горошек в него добавить. Кукурузу добавить. Я помню, что-то такое делала. Там в магазине. Магазинные продукты. Допустим, кроме овощей и фруктов. Можно лечим. Почему бы и нет. Лечим можно горошек, кукуруза. Ну, не знаю. Подойдите к прилавку. Там соленые грибы. То есть, ну, в принципе, меню довольно разнообразное. Довольно интересное, вкусное. Можно готовить разные себе блюда. Но при этом тогда вы должны понимать то, что на диете вам придется сидеть. То есть, не один месяц, а давайте себе установку сразу три месяца. То есть, у вас будет довольно много пищи. И не знаю, как отреагирует ваш организм. Как будет за ночь все это уходить. Может быть, будет хорошо уходить. Может быть и нет. Я, например, так не делаю. Я просто по чуть-чуть, по чуть-чуть ела. Для меня это было проще. Потому что стоять около одного салата. И потом, хоп, его съесть. И да еще и без майонеза. Как-то для меня. Ну, для меня проще просто. Раз, их поел, быстренько и все. Вот. Также, наверное, я не в конце, а в описании ролика оставлю ссылку на сайт, где все углеводы там написаны, каждого продукта. Но там нужно выбрать правильный сайт, потому что все сайты врут в основном. Какой тут у меня был один правильный, я не знаю, постараюсь его найти. Если его, конечно, не удалили, потому что прошло уже много лет. Так, в принципе, по большому счету, у меня я сразу его скопировала в Word. С Word я сразу распечатала на себе листочки. Там завела такую вот книжечку и просто смотрела там. Вареный картофель, кстати, тоже довольно углеводный. Его с утра есть. Ну, если вы картошку захотели, то ее только вареную. Вот. И там вот прям все-все-все расписано. Там овощи, фрукты, там и остальные тоже продукты. Все-все. То есть, такой сайт вам пригодится. Я думаю, кто, вернее, для тех, кто набирает вес каждый год, вы, в принципе, можете его распечатать. Но там потом, в принципе, распечатывать не обязательно. Вы потом сами уже знаете, какой продукт углеводный, а какой нет. Какой там жирный, каких жира больше, каких нет. Постепенно все это знаете. Ее достаточно, этот сайт, по-моему, от начала до конца пролистать там несколько раз, там несколько дней подряд. И все, вы уже, в принципе, знаете. Ну, не помните, конечно, может быть, каждую циферку, но, знаете, это там пожирнее углеводнее, там этот более жиросжигающему подойдет. То есть, вот так вот. Не знаю, надеюсь, что я вам сказала все. Плюс мои истории, как я старалась похудеть. Я думаю, они вам будут интересны. В принципе, вы можете в комментариях рассказать свои истории. Также не старайтесь доводить, допустим, если вы понимаете, что вы уже довольно толстые, там, допустим, 70-80 килограмм, остановитесь лучше, начните худеть сейчас. И не старайтесь, то, что там, ну ладно, сегодня, вот, там, допустим, вторник, я начну худеть, пожалуй, в следующий понедельник. Так не надо. Если вы собрались худеть сегодня вторник, все, начинайте с сегодняшнего дня. То есть, сегодня вы, там, чего-то поели, также сыроеденные, там, овощи, фрукты. И все, и все, и все равно начинаете записывать свой вес. А, вес обязательно записывайте. Я прямо по датам пишу. Там, 15-е, допустим, там, 12-е, там, 2018-е, например, вот так вот. Вот, дефис, но это я, кстати, вам тоже в конце ролика, я это вам все покажу. Все это там будет в конце, мой самый начальный вес, когда я только начинала, там, худеть, там, потом, вот, во время беременности, там, сейчас вот вес мой. То есть, я вам все это покажу. И записывайте, обязательно заведите отдельную тетрадку. То есть, не на листочке. Раньше я на листочке записывала. Листочек потом свой теряешь. И неизвестно, какой у тебя был вес вчера. То есть, лучше в тетрадку. Или лучше в тетрадке, допустим, если перед, есть, у меня, допустим, есть перед компьютером большая тетрадь, где записываю, там, свои рецепты, там, какие-то номера телефонов, там, ну, все, все, все. И там просто отдельно я себе сделаю, я записываю свой вес. То есть, она никуда не потеряется, она всегда лежит у меня на виду, перед компьютером. То есть, она всегда рядом. Просто я открываю нужную страницу с утра, взвешиваюсь, записываю, закрываю, все, она здесь. Лучше, вот, конечно, такой вариант. Но если у вас такой тетрадки нету, тогда отдельную тетрадку, небольшую, тоненькую, заведите большую, не надо. Общую там, или какую-то там, всего 14, там, сколько-то листочек, хватит. Вам и хватит там на несколько лет. Вот, и начинаете уже худеть сразу. Потому что, если вы дождетесь до 100 килограмм, например, то до 60, допустим, вы хотите похудеть, вам придется сбрасывать 40 килограмм. Это уже довольно тяжело. Это вы будете уже сидеть на диете. Допустим, если бы вы до этого увидели, что вы бы толстели, и сидели бы на диете, допустим, 3-4 месяца, то здесь вы будете сидеть на диете уже, там, год-два, может быть, года сидеть на диете. То есть, сыроедение, люди, вот, допустим, могут годами быть сыроедами, там, веками, ну, не знаю, там, не веками, конечно, то есть, там, с 20 лет, допустим, до конца жизни, то есть, они даже довольно очень худые. И, давайте сразу садиться на диету, потому что, ну, потом просто вам будет действительно очень-очень сложно, допустим, просто обыкновенному человеку, который до этого ел, там, торты, там, целые съедал, пироги, и потом так вот, хоп, и нужно, ну, сегодня раз вдруг и сесть на диету. Это очень сложно, это должна быть сила воли, просто, ну, действительно большая, гигантская, особенно для толстых. Так, не у всех это получается, при том, что у них желудок, ну, не знаю, я так думаю, что желудок довольно растянутый, а тут-то вдруг ешь мало. Да, еще, кстати, такой момент, если, допустим, вы съели сухофрукты, с утра позавтракали, вы не наелись, вы можете запить стаканом воды, там, больше стакана, а ночью вот этот вот самый же грейпфрукт, он выведет. Почему я вам сказала, то есть, вы делаете ночные, свои вечерние все процедуры, его кушаете, чистите зубки после него и сразу ложитесь спать. Именно надо сразу лечь спать, сразу уснуть. То есть, если вы лежите, 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 и тут вдруг вы захотели по-маленькому в туалет, пошли, сходили в туалет, то у вас вес плохо сдвинется, мало. У вас сдвинется, если может уйти ночью 500 грамм, то у вас уйдет там 200 грамм. То есть, с утра вы узнаете, что у вас ушло всего 200 грамм. То есть, я так понимаю, за всю свою жизнь, сколько я уже худею, вместе с мочой с утра выходит весь вот этот вот как раз жир. Вот, то есть, он там как-то перерабатывается. И именно грейпфрукт этому способствует, он помогает этому. Поэтому вы должны уснуть сразу, постараться уснуть сразу. Либо я замечала по себе ночью, просыпалась, хотела в туалет, но я не шла, терпела до утра. И тогда, в принципе, торт там не 500 грамм уходил, но там где-то 400. Ну да, иногда 500, иногда 400. Ну, лучше всего прям спать хорошо. Вот, также грейпфрукт съедать целый. Это он с виду такой вот большой, а, в принципе, там разрезать его, он может оказаться даже очень маленьким. Он может оказаться даже с размером слайм, то есть, по-разному. Вот, отдельном ролике я засниму, покажу, как его выбирать надо правильно, как его... Ну, это все разрезать, да, это я вам, в принципе, уже говорила. Вот, также помыла, но она более суховатая. Она, в принципе, тоже жиросжигающая. Также ее можно наносить съесть. И поэтому я вам говорю, вот, потолстели вам 40 килограмм на одну. Ну, представляете, 40 килограмм сбросить. И вдобавок, первый раз это вы садитесь на диету, конечно, это будет очень сложно. Если я свои 10 килограмм, каких-то 10 килограмм сбрасывал за 3 месяца, то, конечно, 40 килограмм посчитайте сколько. Это не один год, это года 2-3, это очень сложно. Поэтому, женщины, девочки, ну, нет, не девочки, девочки еще стройные, вам рано садиться. Девушки, женщины, не дожидайтесь, пока у вас станет вес 80-90 килограмм. Садитесь на диету, обязательно садитесь. Сыроедение, я считаю, это самая нормальная диета, которая можно худеть, то есть есть и худеть. Именно вот есть и худеть. Без всяких там таблеток, каких-то лекарств, коктейлей, которые сейчас показывают, принимают. Я ничего этого не пробовала, не хочу даже пробовать. То есть, без всего этого, считайте, едите и худейте. То есть, до этого я пробовала другие диеты, у меня не получается. Может, у кого-то получается. Вот, у меня не получается. Я не могу, я, может быть, потому что сладкоежка. То есть, если я ем обычную еду, мне надо еще заесть этот сладким. Поэтому у меня не получается. Ну, даже если я старалась не есть сладкое, все равно у меня вес начинает набираться. Ну, и также долго. Надо сидеть подольше, конечно. Надо не один месяц сидеть. Месяц полтора-два, я думаю, даже этого будет достаточно, если вы посидите на диете. Это будет довольно долго. И вес потом не так быстро прибавится. То есть, летом я потом не сижу на диете. Не весной. Ну, весной там, если у меня затронулось, допустим, ну, много было набрато весом. То, когда уже я потом посижу на диете, я уже потом не сажусь. То есть, у меня лето я не сижу на диете, осень, и вот только зимой. То есть, один раз в год. Того же я советую и вам. Один раз в год сидеть на диете. Наверное, все. Я вас, наверное, уболтала. Вы, наверное, устали меня уже слушать. Как всегда, там напишите в комментариях, много болтовни. Можно было покороче. В принципе, вы можете перемотать, если вам что-то... Какая-то моя история неинтересная. Вот, наверное, давайте, наверное, это все. Сейчас как раз вот там будет ролик. Здесь же, прям в этом же ролике пойдет следующий ролик, где я покажу все свои весы. Не знаю, найду ли я, постараюсь найти самого моего начального. Некоторые, конечно, растерялись. Я также на бумажечках записывала. И которые я худею сейчас. То есть, сегодня, вчера там записывала. Вот. И следующий ролик выйдет как раз, как я чищу грейпфрукт. Как его кушаю. То есть, все-все-все такое. Как его выбираю. Ну вот, смотрите, я сейчас разрезала грейпфрукт. Разрезала, как я уже говорила, ролик будет отдельный. И сейчас просто хочу сказать, то что, когда вы его разрезаете, не делайте прям совсем вот такие вот малюсенькие дольки. Потому что, я замечала по себе, вес плохо уходит. Когда вы берете весь его в рот, хорошенько его обсасываете, там во рту переминаете. Вы, благодаря большому кусочку, упиваете очень много сока его. Вот. И для организма это гораздо лучше. Вместе с вами я сейчас хочу его отрезать, разрезать. Вот. То есть, ну, такие вот примерно. Там уже можно будет отрезать, если слишком большой будет. Есть, кстати, вместе с кожурой. Это гораздо полезнее и гораздо эффективнее. Чем чистить ее. Ну, вот так вот получается у нас. Уже прям сленки текут. Вот. И... Конечно, если вы хотите, вы можете его почистить. Да, кстати, привыкаешь, когда часто ешь с кожурой, привыкаешь, то, что он становится не горький. И когда вам неожиданно кто-нибудь там, мама или кто-нибудь скажет, о, как ты это ешь? Она же горькая. И вот тут ты начинаешь, берешь кусок, и ты пытаешься понять, что правда горькая. Начинаешь предчувствоваться своим чувствам. И понимаешь то, что да, действительно, он горький. Там, а я его уже там ем, допустим, второй, третий месяц. И я даже не заметила, он для меня уже стал сладкий. То есть, в принципе, попробуйте поесть его так. Да, он, может быть, будет первый раз горький, но уже второй, уже даже третий раз, вы не почувствуете этой горечи. И так гораздо эффективнее будет. Вот. И сейчас я вам покажу мой вес, как я и обещала. Так, ну вот, моя тетрадка старенькая. 2012 года я как раз вот худела. Здесь вот был вес, видите, 55-900, почти что 56 килограмм. Для меня, конечно, это было много. И, видимо, вот я тут голодала. Взвешивалась я, а так это я вечером взвесилась, ночь, а на ночь. То есть вечером там во сколько-то, на ночь, утром, вечером, на ночь. То есть, в принципе, вот я три раза в день взвешивалась. Конечно, это очень сложно. Понимаешь то, что тебе нужно взвеситься, но, при этом, ты оказываешься на улице, где-нибудь гуляешь, опаздываешь, там вот что-то такое. Ну, в принципе, вот смотрите, как уходил вес. 54 уже вот тут 700. Здесь вот, вот он, 54, 54, 53, 52. Там не знаю, сколько это дней уже прошло. А, тут два дня вот праздника живота. То есть, вот видите, я весила утром 52-500. Два дня праздника живота, и тут я уже вешу 54-300. На 2 килограмма я прибавила. То есть, два дня. На 2 килограмма поела салатов, торта там, того-сего. Может быть, был какой-то праздник. И опять вот все заново начинается. 54 до 52,5. Там, то есть, вот опять же, получается где-то раз, два, три, где-то дня три. То есть, вы теряете. Тут вот все уже 51, 51. Потом вот мы в отрадный поехали к Жененым родителям. Там, естественно, отказаться от еды очень сложно. Они все равно накладывают. Но накладывают они не просто такие гигантские порции. Если там вермишель, они сверху наваливают мясо. То есть, вообще мне было очень сложно. Но, в принципе, я набрала почти здесь было 52. Пусть стала 54. Опять же, 2 килограмма набрала. Это не так много. В принципе, потому что бывало такое, что я набирала там очень много. Опять. И получается, что опять заново. То есть, я там три дня потеряла. Еще три дня потеряла. Уже неделя. То есть, я неделю потеряла. И опять начинаю сбрасывать. Тут опять что-то происходит. И там с трудом, с трудом. Ну, видимо, вот 53. Я, наверное, вот до сюда дошла. И все вот, видимо, да. Тут, наверное... То ли я здесь набрала, то ли это уже другое. Не знаю даже. 57. Это уже сложнее все сбрасывать. Вот так. Тут уже новое. То есть, наверное, в следующий раз. Опять. Но уже ночь и утром. То есть, на ночь и утром. А нет, вечером еще, да. То есть, так же продолжается. 57. 57. Лучше, конечно, записывать один раз. Я покажу это вам дальше. 54. 55. Там та-та-та. И тут я должна была взвеситься. А, ну, вот получается, да. То есть, вес двигается и не двигается. 54. 600. Вроде 655 вдруг. Не поняла. Че съела? Стараюсь опять. 54. 800. Початить 54. 700. Оп, опять 555. И уже я просто понимаю, что вес не хочет больше двигаться. Он остается на свое. Он настаивает. Вот, и я просто последние, наверное, лет 5. Просто 55 для меня это стало нормой. То есть, это мой вес. Если я весила 50 килограмм, то 55 это стало нормой. И, в принципе, я 55 не кажусь толстой. Вот, ровно в 50 вес. Я кажусь очень худая. И за счет этого я понимаю, что в молодости, когда я весила 50, я была очень стройная. Хоть, конечно, родители мне говорили, что я очень толстая, что мне нужно срочно худеть. Но нет, я была, оказывается, стройная. И по фотографиям я себя смотрю очень стройная, очень красивая. Вот, и тут опять, смотрите, с 2015. Ай, я даже мерила себя бедра, талия и попа. Чтобы потом все это вместе снова померить и посмотреть, сколько это уходит в сантиметрах. 27 февраля я начала. Видимо, я конфеты ела очень долго. Вот, 57. Ну, в принципе, от 57 сбросить до 55, это довольно мало. Это быстро должно быть. Ну, нет, вот, смотрите, 55 с утра, вечером 57. Что-то произошло. Тут даже галочка. 56, 55, 55. 54, 54, 55. Опять вот они двигаются, он дальше никак не хочет. 54, 500, 54, 400. А вот даже тут в дне стала записывать уже 400, там 100, 200, 54 ровно. Вот, 53 уже вроде бы. Вот. Ну, вот видите, никак. Потом заканчивала я на этом. Потому что вот он калибрится, вот он двигается туда-сюда, туда-сюда. А время-то идет, время тратишь, а уже хочется сладкого. Уже хочется нормально по-человечески поесть. Так, что у нас? Тут я записывала свою диету какую-то. Опять вот, да, вес 56, 54. То есть вот так у меня шло. И тут что у нас, 53. Все-таки я, наверное, в какой-то день решила, что нужно все-таки худеть дальше. 53, 52, 51. А, у своей крови побыли. 54, почти все даже 55. 4 килограмма набрали. За 9 дней, смотрите, 4 килограмма набрали. Набрала. Смотри, ну, где-то вот так вот это все. Так, я сейчас еще вам покажу. Так, я закрою вот здесь вот, потому что тут у меня мои записи. Не хочу, чтобы они были видны. Это как раз вот после беременности. То есть я 70. Вес был 73 килограмма у меня. 2018 год. Это как раз прошлый год. Где-то у нас 9 даже февраля. А, нет. Нет, 7 февраля. Начала я гораздо позже. Не знаю почему, но начала я позже. Видимо, вот тут я голодала, потому что было, видите, сколько. До 67 вот дошла. И уже тут... А, я, наверное, записывала в другое место куда-то. А потом вот как раз вот она моя тетрадь, про которую я вам говорила, где я записываю абсолютно все. И вот оно идет. То есть я записываю по дням. То есть число 9.02.2018 и вес утренний свой натощак после туалета. Вот. И вот они шли, как-то я пыталась по-разному. Потом вот все-таки вот написала нормально. И вот 66. Ну, 66, конечно, это посложнее. Это надо спрасывать 10 килограмм уже. Хотя тут я уже сбросила. Вот 65, 64, 63. Вот он идет, 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 идет. И тут я, кстати, сбоку вот подписывала. Если, допустим, здесь я что-то съела. Что я съела здесь? И вот он не набрался. Что я тут, тут съела. То есть вот они, там, что-то гороховый, что-то там горох, как, а вареный горох. Вот, ну, ничего, я сбросила там немножко. Ну, вот он, 63, 61, 60. Вот он, 59. Это уже радость, когда 59. Тут вот, видите, что-то съела. 60 опять. Килограмм прибавила за ночь. И вот оно пошло, пошло. 59, 60, 50, потом 56. И потом, я не знаю, куда-то я, видимо, перешла. Дальше у меня данных нету. И также я покажу сейчас вам, где я на данный момент худею. Я также все записываю. Сейчас вам. Изначальный вес у меня был 66 тонн. То есть я начала худеть 16 января. Хотела я начать 11 января, как положено. Вот, как привыкла, в принципе, всегда. Но начала позже, из-за того, что у нас ремонт. Все было застанно. Я, в принципе, вам это все говорила. 2019 год худеем. И вот они 16 января. То есть 66 тонн. Вот он этот вес. И от этого веса я уже начинаю худеть. Здесь я решила записывать по неделям. То есть моя неделя будет длиться не 7 дней, как обычно, а 8 дней. То есть это будет моя полная неделя. Вот она, первая неделя. За первую неделю я сбросила 4 килограмма и 300 грамм. Вот. Первая неделя. Вот вы видите, 66 тонн. Та-та-та-та-та-та-та. Вот было 66, стало 61. Ну, конечно, 66 это не так много. Это не 73. Но, тем не менее, сбрасывать надо. На диету садиться надо. И худеть тоже обязательно надо. Ну, также, конечно, вам нужно выбрать, до какого веса вы хотите похудеть. И идти к этому, стараться. Вот. Потом, вот, пожалуйста, вторая неделя началась. 61, 600. И вот они вот по 100 грамм уходили. 600, 500, 400. Потом тут я поняла, что-то надо делать. А тут я начала есть лимоны на ночь. То есть не грейпфрукт, а лимон. Съедать вот после лимонника. И вот он пошел. Вот несколько дней вот оставшиеся. В принципе, я ела уже лимоны. Это кислое, это ужасно, неприятно. Но деваться некуда. Вот они 600, 900, 400, 900, 700. Вот вторая неделя закончилась. То есть за эту неделю, из-за того, что они уходили по 100 грамм, с трудом огромнейшим, у меня всего ушло 1,900 грамм. То есть это очень мало по сравнению, конечно же, с первой неделей. Ну, вот. И началась. То есть я уже раз в неделю, два. Две недели я уже сижу на диете. Это хорошо. Потому что я планирую сбросить за две недели, хотя бы до 55 дойти, а там, в принципе, уже будет видно. Не знаю, мне не очень хочется сидеть долго на диете почему-то. Ой, не знаю, сладкого охота уже. Вот. То есть вот сегодня с утра, первого, что у нас там, февраля, хотел сказать, января, вот я взвесилась. 59,600. Там было 700,600. Ну, вот что-то произошло не так, и 100 грамм не ушло. Там, по-моему, а вчера я потому, что половинку холодца съела, его принесла бабуле, нужно было есть, и деваться некуда, я съела. Ну, хотя бы вес не прибавился, а немножко на 100 грамм убавился. Для меня это было счастье. Вот. Это вот я буду уже взвешиваться завтра, послезавтра, потом вот я допишу. На самом деле, когда дописываете вы совсем чуть-чуть, вот, два-три всего лишь, вот, это легче. Когда вы впишите все восемь дней, вот так вот это будет идти вот где-то вот досюда, вам будет казаться, что это целая вечности, и вы до низу никогда не дойдете, что это так все сложно. Поэтому вписывайте, там вот два, потом вот тут вот, вот тут, вот вам уже вот здесь будет казаться, что сегодня последний день диеты. Ну, конечно, старайтесь себя настроить так, что вы будете сидеть не один месяц на диете, а хотя бы месяца два, то есть не спеша стараться, это уже я просто спешу, потому что, не знаю, в этом году, не знаю, почему мне так тяжело, вот, ну, в принципе, я вам показала, других у меня нету, записей. На сегодня это все, с вами был канал Артмания, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, я очень старалась, готовилась к этому видео, все для вас, может быть, конечно, я что-то забыла, упустила, но я думаю, я вспомню, и в следующем ролике вам расскажу. Пишите комментарии, обязательно пишите, мне очень приятно их читать, вы так хорошо их пишете, мне очень нравится. Добавляйтесь в друзья, вернее, подписывайтесь, мне подписчики очень нужны, и всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова